Здравствуйте! Вы помните, что в романе Вальтера Скотта Айвенга описан союз между благородным черным рыцарем и лесным разбойником Робин Гудом? Оба они сильны, бесстрашны, борются с справедливостью и одерживают победу над врагами. Как Робин Гуд, герой романа Вальтера Скотта, Робин Гуд, герой английских народных баллад, помогает попавшим в беду рыцарям, будь то Айвенга или сэр Ричард Ли, и получает от них заслуженную благодарность. В этом мире все честные люди, в первую очередь рыцари и благородные разбойники, плечом к плечу сражаются против властных подлецов и убеждают слушателей баллад или читателей романа, что зло не может не быть пострамлено. Действия романа Пушкина Дубровский разворачиваются в эпоху от средневековья весьма отдаленную, но в главном его герое отчетливо просматриваются черты Вальтер Скоттовских благородных рыцарей и разбойника Робин Гуда. Конечно, герой Пушкина перед сражением не облачается в латы и не умеет стрелять из лука, но он также благороден и храбр, как его английские предшественники. Посмотрим, насколько велико сходство между лесными разбойниками Дубровским и Робин Гудом. В романе «Дубровский» разбойничья тема возникает уже на первых его страницах, еще до превращения офицера гвардии Владимира Дубровского в грозного разбойника. Оказывается, крестьяне Троекурова после ссоры господ, осмелившиеся шалить в пределах владений старшего Дубровского, имели репутацию известных разбойников. Так это слово прозвучало в романе впервые. Узнав о судьбе своих попавших в руки Дубровского мужиков, оскорбленный Троекуров первым делом намеревается совершить разбойничье нападение на имение соседа, и тем напоминает рыцаря-разбойника из романа Вальтера Скотта, и лишь потом решает ограбить старого товарища цивилизованным, законным путем, через суд. Противники отца и сына Дубровского занимались настоящим разбоем еще до того, как Владимир собрал свою шайку и начал грабить встречных и поперечных. При этом принадлежащее Дубровскому деревне называется Кистеневкою. Кистень, тяжелый груз, привязанный к палке, считался оружием-разбойником. В этом значении он фигурирует в русских пословицах. Например, кистенем махнем, корабль возьмем, или помилуй Господи, а за поясом кистень. Если же разбойник выходит на большую дорогу, то в руке он обязательно держит кистень. А его мужики отличаются буйным нравом и свирепой кровожадностью. Вспомните, что после приезда чиновников кистеневские крестьяне намереваются бунтовать, а расхаживающий с топором кузнец Архип отказывается выполнять распоряжение барина и обрекает на ужасную смерть, хоть и отвратительных, но не заслуживших такой зверской расправы приказных. Он просто сжигает их. За кистень люди Дубровского готовы взяться при первой возможности и быстро становятся грозой всей округи. Посмотрите, как Пушкин описывает деяния новоявленных разбойников. Цитата. «Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в села, грабили помещичьи дома и предавали их огню». Понятно, что грозные посещения, пожары и грабежи могли устраивать только отважные злодеи, лихие люди. Но воры и государевы преступники действуют успешно лишь тогда, когда ими руководит умелый атаман, такой, как Дубровский. Обратите внимание, как характеризуется заявивший о себе начальник шайки. Он славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Если ум и отвагу предводителя разбойников подтверждают успехи его шайки, то о великодушии Дубровского мы узнаем лишь во втором томе романа. Плут приказчик объявляет своей госпоже, довольно простой вдове, что две тысячи рублей, которые она собрала для своего сына офицера гвардии, достались Дубровскому и присваивает себе деньги. Посетивший вдову генерал, на самом деле это Дубровский, рассказу вора не верит и объясняет свое недоверие тем, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочерство. И в убийствах никто его не обвиняет. Пожалуй, это единственный случай, когда Дубровский едва ли не напрямую уподобляется Робин Гуда. Он нападает только на богатых, да и тех не грабит дочерство. Правда, как мы с вами знаем, Робин Гуд не только грабил известных богачей, но и делился с бедняками. Вспомните балладу Робин Гуд и сэр Ричард Ли. О помощи Дубровского бедным и нуждающимся мы не знаем ничего. Разоблачая вора-приказчика, генерал, повторяю это, Дубровский, лишь возвращает вдове похищенные у нее деньги, не прибавляя к ее доходишкам ни копейки. Так мы узнаем о Робин Гудовской справедливости Дубровского, но и о Робин Гудовской щедрости не знаем ничего. Презираемому им французу де Форжу Дубровский передает огромную сумму денег, но делает это не из жалости к несчастному учителю, оказавшемуся во власти тирана, а исключительно из желания проникнуть в дом Троекурова. Нам довольно сложно понять, чего же на самом деле хочет достичь разбойник Дубровский. С одной стороны, он, как и Робин Гуд, устанавливает в своем лесу справедливость и порядок, грабит богатых и защищает бедных вдов. Как и Робин Гуд, он дерзок, благороден и великодушен, наделен всеми качествами благородных разбойников, самым славным из которых является Робин Гуд. С другой стороны, Дубровский несчастный, которого Троекуров лишил куска и хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. В отличие от Робин Гуда «Английских баллад» и романа Вальтера Скотта, главная цель Дубровского — отомстить обидчику своего отца. Он желает покарать того, кто сделал его разбойником. И если бы не любовь к Маше, непременно бы исполнил свое намерение. Совершил бы, как он сам это называет, первый свой кровавый подвиг. Получается, главный герой романа Пушкина является и справедливым Робин Гудом, королем разбойников и главой добрых молодцев, и невинной жертвой беззакония, и жестоким мстителем, наблюдающим за домом своего врага, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. Обратите внимание, что в романе Айвенга жизнь лесного братства заканчивается после взятия вражеской крепости и возвращения короны справедливому Ричарду Львиное Сердце. Шайка Дубровского также прекратила свое существование после военной победы под стенами лесной крепости, но причиной этого стало решение атамана. И с торжеством справедливости его решение никак не связано. Месть Дубровского не интересует, недостатка в деньгах он не испытывает, а бороться против власти не видит необходимости. Обратите внимание на то, как Дубровский прощается со своими молодцами и какими словами он их напутствует. Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым может безопасно пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Так может говорить человек, не испытывающий к своим товарищам никакой привязанности и уважения, которых он презирает и чей образ жизни считает преступным. В отличие от них, Дубровский стал разбойником не по призванию, а в силу обстоятельств. Возможно же исправление последующих за ним мужиков Дубровский не верит и своего к ним отношения не скрывает. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло. Даже став вольными людьми, они остаются крепостными своего барина и ни о каком равенстве между разбойниками и их атаманом не может быть эти речи. Как вы полагаете, обратился бы Робин Гуд к своим людям с такими словами? Посмотрим теперь, можно ли назвать Дубровского рыцарем, похожим на героя романа Вальтер Скотта. Начнем с того, что Дубровский дворянин и офицер. К рыцарскому сословию он принадлежит по праву своего рождения. Рыцари – профессиональные военные. Профессиональным военным, сильно выделяющимся на фоне собранных их разбойников, является Дубровский. Вы помните, что в романе «Айвенга» осаждающими рыцарский замок лучниками командует Черный рыцарь и что благодаря его умению добрым молодцам удается одержать победу над храмовниками. Точно так же Шайка Дубровского одерживает победу в настоящем сражении с солдатами благодаря храбрости и боевому искусству хатамана, бывшего офицера, гвардейского пехотного полка. Конечно, Робин Гуд – великолепный стрелок и создатель своего лесного братства. Но для победы в настоящем бою во главе Шайки должен стоять умелый и бесстрашный рыцарь Ричард Ливинное Сердце или Дубровский. Рыцарем же Дубровский оказывается не только по праву рождения, но и по своему характеру. Не существует рыцарского качества, которым не был бы он наделен. Он храбр, благороден, честен, великодушен, защищает справедливость и помогает ганимам. Сердце его отдано прекрасной даме, во имя которой он готов совершать подвиг и принять смерть. Ради любви к Маше он щадит всех своих врагов и дарует жизнь не только Троекурову, но и оказавшемуся в его руках князю Верейскому. Ради любви к Маше он отказывается от мести и ради любви к Маше он готов отказаться от нее самой. Получается, герой романа Пушкина оказывается не только русским Робин Гудом, но и русским Айвенго, благородным рыцарем-разгойником. И вот домашнее задание. Из романа вы знаете, что Дубровский страстно любил Машу, дочь Троекурова. А вот любила ли она главного героя? Подтвердите свой ответ примерами текста. Успехов!